МОНОРЕЛЬС Добрый день! В свежем номере ГУТКА на седьмой странице читайте материалы МОНОРЕЛЬСовой Дороги. Это исторический материал, хотя и принято считать, что МОНОРЕЛЬС это, так сказать, современное достижение и даже транспорт некого будущего, которое в будущем будет еще больше развиваться. Но оказывается, что еще в 30-х годах прошлого века МОНОРЕЛЬСовые пути использовались в Нижегородской тайге. Дело в том, что в 30-е годы в СССР начался бум строительства, и необходимы были строительные леса. На них требовались леса обыкновенные, древесина. И вот одна из делянок была выделена неподалеку от села Сельская Маза. Это несколько десятков километров через болото и тайгу. И, соответственно, доставлять оттуда лес из этой делянки было не так просто. И тогда инженер Иван Городцов придумал как раз построить монорельсовый путь. Специалисты установили деревянные столбы на расстоянии пяти метров друг от друга. Проложил на них доски, на которые постелили рельс, предоставленный железнодорожниками. Городцов придумал подвижный состав. Вагоны поезда крепились на этот рельс и как бы свешивались с него. И использовал он и локомотив на тяге от тракторного двигателя. Благодаря этому в 1934 году, собственно, начали вывозить лес из делянки около Сельской Мазы. Этот транспорт проществовал до 1949 года и во время войны оказался весьма востребован, потому что требовалось для древесина и благодаря этому монорельсу Городцову ее вывозили. В 1949 году делянка была выработана, монорельс больше не требовался и его разобрали. В блоке материалов сегодняшнего номера газеты «Гудок» хочу обратить ваше внимание на несколько статей и заметок. В первую очередь это репортаж из Баку, где находится наш корреспондент и следит за выступлением наших бурановских бабушек. Она встречалась с ними, нашла очень много интересных моментов и в их прежней жизни, и сейчас на Евровидении. Обязательно почитайте эту статью. Также интерес вызывает репортаж из Лазурного берега Франции, где проходит юбилейный Каннский кинофестиваль. Там, несмотря на то, что в основной конкурсной программе нет русских режиссеров, зато есть одна работа, которая была показана вчера, но уже поздно вечером, и мы еще не знаем, какова реакция. Это фильм белорусского режиссера Сергея Лазница «В тумане». Фильм снят по мотивам повести Василия Быкова и фильм российский, хотя в его создании принимали участие кинематографисты еще нескольких стран. «Русский след» на Каннском фестивале прослеживается и в других событиях. Так, в одной из номинаций был показан фильм Андрея Кончаловского. Его уже чествовали на Каннском фестивале в седьмой раз. 75 лет исполнилось бы замечательному артисту Александру Демьяненко. Сегодня «Гудок» посвящает статью о творчестве этого интересного артиста, который, конечно, многим всем известен, как Шурик в фильме «Операции и другие приключения Шурика». Автор делает такой акцент, что, сыграв эту замечательную роль в нескольких фильмах, актер как бы застолбил себя именно в этом жанре, именно в этом амплуа. Хотя он был известен и как прекрасный драматический актер, и еще его голосом говорили известнейшие голливудские актеры, а озвучивание ролей Баниониса считается классикой жанра. Ну вот такие материалы мы вам предлагаем почитать в сегодняшнем номере газеты «Гудок». 8 июня стартует Евро-2012, долгожданный кубок по футболу, который будет происходить на Украине и в Польше. Несколько простых советов для тех, кто туда собирается и будет следить об этом не на телеэкране, а непосредственно на местах событий. Нужно помнить о том, что есть определенные требования к польским визам, которые не так часто встречаются. Например, если человек снимается, то это должны быть фотографии без головного убора, волосы не должны закрывать лицо, лицо должно быть размером приблизительно 70-80% фотографии, фотография четкая, контрастная. И рот обязательно должен быть закрыт. Кроме того, есть некоторые моменты, связанные с билетами. Билетов нет уже с 10 апреля. Уэфа отмечали, что впервые первенству был проявлен такой интерес. Билеты были раскуплены официально до 10 апреля. Но это не значит, что билеты нельзя купить до сих пор. На сайте Уэфа открылся паралл под названием «Last Minute Sales». Это как раз для тех, кто хочет пытаться купить горячий билет. Как это происходит? В порядке живой очереди. То есть кто-то, кто по каким-то причинам купил билет, но теперь передумал, может выставить свой билет на продажу. И тот, кто первый забронировал себе этот билет, его получит. Примечательно, что получить эти билеты можно будет в определенных отдельных киосках. Только не раньше, чем за три дня до самой игры. И только в ближайшем матче сделано для того, чтобы перекупщики не скупали билеты и не взвенчивали цены. Следует также обратить внимание и для тех, кто не воспользуется туристическими услугами, а поедет своим ходом и будет бронировать какие-то апартаменты в Польше, что мошенники уже активизировались и завалили все интернет-ресурсы дешевыми предложениями. Для тех, кто приедет на своем автомобиле на игры, будут открыты дополнительные специальные парковки. Если же приехавших на своем автомобиле будет слишком много, то в каждом городе будут происходить игры. В Рослов и Варшава предусмотрены дополнительные места парковок. В каждом городе приблизительно 7500 машин и мест. Сегодня на стадионе «Локомотив» пройдет товарищеский мяч между сборными России и Уругвая. Это первая контрольная встреча, которую наша национальная команда проводит в рамках подготовки к Евро-2012. К сожалению, в нашей команде есть уже и потери из того состава, который объявил главный тренер сборной «Дикадвокат». Из строя выбыли уже двое. Это Василий Березуцкий, защитник ЦСКА, который из-за рецидива травмы не сможет принять участие в турнире. И вот буквально перед матчем с Уругваем расположение сборной покинул защитником «Локомотива» Роман Шишкин, у которого возникли серьезные проблемы с желудком, видимо, какая-то инфекция. И, как объявили врачи, он начал уже терять вес и не может нормально готовиться к турниру. И в итоге на чемпионат Европы не поедет. Также главный тренер сборной «Дикадвокат» рассказал, что, в общем, никого новых на месте выбывших он вызывать не будет, потому что в его распоряжении и так 24 футболиста осталось, а в заявку можно включать только 23 игрока. Поэтому еще кого-то одного придется отчислять, а уже окончательный состав адвоката объявит по окончании матча с Уругваем. Также на страницах нашей газеты, помимо того, как готовится наша сборная, вы сможете прочитать материал, посвященный командам, которые будут выступать в группе «С». В группе «С» Евро-2012 это сборная Италии, Испании, Хорватии и Ирландии. Группа получилась достаточно интересной, тем более, что испанцы, действующие чемпионами мира и Европы, немцы, итальянцы, чемпионы мира 2006 года, да и сборная Хорватии и Ирландии, в общем-то, не подарок. Но о том, что на данный момент представляют сейчас эти команды, кто с ними работает, кто будет выступать за эти сборные, о том, каких успехов они добивались на международной арене, вы сможете прочитать на страницах нашей газеты. Редактор субтитров А.Семкин